Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня крайне важное видео. Тысячи писем за годы мне приходили, в последнее время они учащаются. О том, расскажите, мол, о синдроме хронической усталости. Встаю и уже устал после сна, разбитый весь день, ничего не помогает, слабость. Давайте разберемся с этой крайне важной для миллионов людей сегодня темой. Итак, первый пункт, первый фактор. Неестественное, неадекватное человеческое питание. В совокупности с другими факторами, запомните, каждый фактор дополнительно усиливает проблему. И мы можем думать, что мы учли все по данному конкретному фактору. Но есть и другие, если мы их не учитываем, тогда мы не можем говорить, что вот я все учел, а все равно проблема осталась, значит это все глупость. Нет, это не глупость. Это значит, что на нас с вами сейчас в наши дни действует гигантское количество факторов, как биогенных, так и антропогенных, то есть созданные людьми же их технологиями производств. И побочные эффекты от них на нас воздействуют очень серьезно. Питание главный фактор, но он не единственный. Подробно, что же такое адекватное человеческое видовое питание. Я досконально разъясняю в моей старой 8-летней лекции 9 причин болезни. Она длинная, но она очень важная. Кстати, в начале ее как раз я рассматриваю 9 причин болезни. Но сейчас, говоря о синдроме хронической усталости, я подробнее акцентирую внимание и разъясню нюансы именно по этому состоянию. Также к этому пункту надо отнести переедание систематически, излишняя калорийность пищи и, конечно же, голод на износ. Когда у человека возникают дефицитные состояния по многим питательным веществам. Разумеется, не только у голодающих людей долго, они такие состояния могут быть, а и у всех, и у толстых людей, и у тех, кто ест все подряд. Потому что важен не только объем пищи, не только ее калорийность и белки, жир и углеводы, но и важнейшие элементы питания. И об этом следующие пункты. Второй пункт про курение, алкоголь, другие страшные вредные привычки и наркотические зависимости, всякие энергетики и прочую гадость я, конечно же, не говорю. Полагаю, что и так понятно, что этого в организме человека быть никогда не должно. Третий пункт. Недостаток витаминов и минералов в пище. Ну, а значит, дефицит для внутренних наших биохимических процессов. Итак, на что надо сдать анализы в обязательном порядке и на что у современного человека, как правило, тотальные дефициты. Первая пара. Витамин D2, D3. Это два разных витамина. Мое видео про витамин D3 обязательно посмотрите. Вторая пара. Это витамин K1 и K2. Обязательно вот это видео мое посмотрите по этим витаминам. Третья. Это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК. АЛК нет проблем. Как правило, кто льняное масло ест и другие продукты, содержащие омега-3 АЛК. А вот с этими двумя могут быть проблемы. Поэтому мое видео омега-3, 6, 9 жирные кислоты закрывает эту тему навсегда. Ну и четвертая пара. Это B12 и гомоцистеин. Помните, если по результатам анализов гомоцистеин повышен, то B12 понижен. Даже если сам анализ на B12 показывает норму. Почему так происходит? Я подробно объясняю в моей лекции B12. При правильном питании и добавлении определенных БАДов, концентрированных продуктах, то есть, по-другому говоря, нужных, конечно же, вы ликвидируете дефицитное состояние по остальным питательным веществам. Для этого посмотрите мою лекцию «Дисбактериоз обязательно» и «Синдром дырявого кишечника». Что же касается микроэлементов, вообще минералов, особенно микроэлементов в наши дни, дефицит есть у всех. Будь то вселене, кремнии или литии, причина тому огромная беда в сельском хозяйстве, уничтожение нормальной биологии почвы, вырубка тотальная лесов. Почему с прошествием лет, столетий, десятилетий, особенно последних, так изменился состав по табличкам, когда-то созданным ученым, сейчас в них реальное содержание тех или иных минералов, выращенных на тех или иных почвах, в тех или иных продуктах уменьшилось во много раз, иногда в десятки. И даже если вы едите только органические продукты, выращенные на биоплантациях, помните, что да, химии там не будет, а вот дефицит питательных веществ, особенно микроэлементов, некоторых, обязательно будет в любом случае. Почему такая беда в наши дни происходит, я досконально подробно объясняю в моей лекции лес и почва. Обязательно посмотрите, и вы будете знать эту тему полностью. Повторяю, как простым способом в наши дни, самым простым, можно ликвидировать дефицит питательных веществ, об этом в моей лекции дисбактериоз, а также далее я еще кое-какие порекомендую вам лекции мои, где эту тему я тоже объясняю подробно. Четвертая причина синдрома хронической усталости – это низкое железо, низкий гемоглобин. Причин тут может быть несколько. За исключением редких системных заболеваний, а большинства людей, у кого есть дефицитные состояния железа, гемоглобина, нет таких заболеваний. И если нет кровопотерь больших, то причина может быть только одна, как правило, это паразиты, то есть ленточные круглые плоские черви, гельминты по-другому. Во-первых, для повышения гемоглобина я вам хочу порекомендовать посмотреть две мои лекции «Силы хвои» и информацию про биокедр. Но переходим к пятому пункту – паразиты. И проблема тут не только в низком гемоглобине. Кстати, это тест для врачей насчет их профнепригодности, о чем я годы уже твержу. Если у человека, особенно у ребенка, дефицит железа на принизкий гемоглобин, а врач не говорит срочно бежать сдавать анализы на паразитов, причем иммуноферменты, анализ крови на антитела, да, тех или иных там паразит, то это профнепригодность абсолютная. Потому что причина в основном в этом. Но наличие тех или иных паразитов в организме приводит к гигантскому количеству проблем. Ведь поймите сами, отдельные паразиты, определенные виды, например, такие, как аскориды, они просто пьют кровь, присасываясь к стенкам тонкого кишечника. Такие, например, как различные широкий лентец, бычьи цепень, то есть плоские, а не просто всей своей огромной поверхностью, иногда доходящей до 10-15 даже метров, были рекорды. Просто питательные вещества, которые вы с едой разжевывая, поставляете в свой кишечник, просто воруют у вас. И, соответственно, вы, недополучая питательные вещества, имеете естественным образом упадок сил, потому что иммунитет слабый от того, что не хватает для жизни, деятельности организма, для обеспечения всех биохимических реакций, нужных организму, важных питательных веществ. Это же вполне логично. Паразиты в наши дни есть у всех. Вопрос в том, какие, в каком количестве, в каких органах, тканях, не только в кишечнике они могут быть. Поэтому жизненно важная моя лекция, старая, 4-х часовая, не поленитесь, коротенькие вам всем нужно. Смотрите, это же... Вам нужно, в первую очередь, вот эту длинную мою лекцию, где я рассказываю о паразитах, всё основных паразитах, которые есть у всех людей, как правило, как происходит заражение, цикл развития. Говорю всё, чтобы вы не сделали ошибки, никаких декарисвермоксов там и прочей химической гадости, которые убивают печень, почки и весь организм, не потреблять. Есть натуральные средства, как уничтожить, вывести, вернее, паразитов из организма. Например, такие мои лекции, как гриб-лисичка. И последние мои видео о паразитах, где я всё это подробно рассказываю. Обязательно учтите только травами, не вывести всех паразитов из организма. Тем более тех, кто находится в данный момент времени не в кишечнике, а в органах и тканях. А некоторые паразиты, ну, например, плоские, такие как аписторхи, попав единожды в организм человека, они могут жить до 40 лет, они долгожители. И питание, тем более голодание здесь не имеет никакого значения, даже опасно голодание при наличии паразитов, потому что они истощают организм ещё больше. А аписторхи, они просто едят клетки вашей печени, если они у вас есть, конечно. А если вы ели когда-то вяленую рыбу, недовяленую, плохо промороженную, плохо прожаренную, то вы могли вполне занести их себе, особенно если эта рыба была из северных сибирских рек, хотя не обязательно оттуда. Это огромная проблема. Она многими людьми и врачами не учитывается, а потом разводит руками, отчего же синдром, в том числе хроническая усталость, а дальше уже летят органы и системы, дальше серьёзные болезни. И потому учтите этот важнейший фактор. Шестой пункт. Это, так сказать, экологическая обстановка в городах, где в основном живут люди, да и не только сейчас уже и в городах, вообще на территории, где есть химические производства, где ветра дуют в сторону, разнося химические элементы различных промпредприятий по ходу ветра и осаждаясь в почву, в воду. Понимаете, это огромная проблема сегодняшнего мира, но решать её можно, нужно, конечно, можно. Я не буду активно агитировать всех, переезжать в деревню, хотя нужно бы половину населения как минимум перевести, чтобы было полностью своё, как говорится, всё сырьё, продукты, тем более, если вы хотите экологически чистый. Тут ручной труд нужен, а это огромное количество людей. Ну да ладно. Тем не менее, химия в воде, в почве, то, что вы едите, это влияет, как вы полагаете? Безусловно. Эти факторы надо учитывать? Конечно. Более того, здесь мы сразу поднимаем ещё одну глубокую тему. Когда врачи или вы сами анализируя, не можете понять, в чём же проблема, почему синдром хронической усталости всё нарастает, а вроде бы вы и биодобавки пьёте, и что-то ещё такое бывает? Бывает. Есть причина, почему это не помогает? Есть. Все мы за годы своей жизни, особенно кто постарше, за десятки лет тем более, нахватались из еды, воды, почвы, воздуха, тяжёлых металлов, особенно живя в городах, радионуклидов тем более, может быть. Безусловно. Это влияет? Это страшным образом влияет. Как быть? Есть один простой выход. Посмотрите моё видео «Гриб Дождевик». Уникальная способность этого гриба вытягивать из организма и тяжёлые металлы, и радионуклиды вам поможет. Как принимать, какие препараты, дозы, всё я там рассказываю. Курс месяц лучше два. И вы полностью убираете из организма тяжёлые металлы, вредные, накопленные годами, и тем более, самое главное, радионуклиды. То есть, радиоактивные элементы. И, дорогие друзья, посмотрите обязательно непременно моё видео «Почему у зожников, веганов и так далее есть проблемы со здоровьем в наши дни?» Вот это видео обязательно посмотрите. Я досконально объясняю там эти проблемы, почему же, несмотря на, всё же есть проблемы. Это вам тоже поможет. Поймите, вот посмотрев всё то, что я сейчас рассказываю, выписав, как конспект, отдельные пункты, которые я расшифровываю в тех видео, которые рекомендую вам посмотреть, если вы их посмотрите, и выпишите. Да, это долгий труд, но этот труд на ваше благо. Он не возьмёт от вас время, он вам жизни даст годы, он сэкономит ваше время. Этот труд один раз на всю жизнь. Проведите такой труд. Я не могу 20-30 часов лекцию одну прочесть. В принципе, я их прочёл только в разных своих. Сейчас я как бы компилирую вот эту проблему глобальную и даю вам возможность соединить это всё воедино очень простым способом. И даже эти пункты сами проанализировав, вы поймёте, да, вот это я не учитывал, это, а вот это действительно могло привести. И чем больше вредных факторов мы уберём из своей жизни, тем легче и быстрее будет любое восстановление, возрождение, укрепление иммунитета. Ну и как следствие, мы сможем побороть синдром хронической усталости. Ведь причин синдрома хронической усталости много, он не один. Седьмой пункт. Это лень человеческая, гиподинамия, отсутствие движений, должного количества. Эта жизнь в городах неестественная для человека. Мы биологические объекты должны жить на земле. Как бы мы не протестовали, как бы мы не видели себя человеком, интегрированным в виртуальный интеллект, там какой-нибудь там и так далее, это всё бред и чушь. Я понимаю, что фантастические фильмы по мозгам людей сильно проехали, но это, собственно говоря, к реалиям отношения никакого не имеет. Мы как были биологические существа, которые не можем нормально существовать и долго жить вне природы, то, соответственно, это просто факт. А спорт – это страшная штука, это страшный суррогат замена физического труда на земле тем необходимым, чтобы действительно для жителей городов хоть как-то двигаться. Поэтому, да, это плохо, это пагубно, но это очень хорошо как заменитель физического труда на земле, когда люди живут в городах. Тем более, многие работают, трудятся, имея сидячий образ жизни. Для таких людей особенно важна активность физическая, и потому спорт – это некий заменитель нормального физического труда на земле. И он в этом смысле необходим. Сейчас люди даже уже от отдыха устают. Запомните, что если вы отдыхали где-то и почти ничего не делали и устали, то это не какие-то там причины, о которых вы думаете, чтобы проблему как бы от себя снять, отдалить. Как некоторые люди с дуру пьют алкоголь, чтобы забыться, забыться, хотя проблему этим они не решат, вот так же вы не решаете проблему, придумывая всякие глупые отговорки. Запомните, даже если вы много работали физически и устали, скажем, уже вам 40 лет, а вы устаете больше, чем в 30, это неестественно. Это не тот возраст, это не 100 лет, не 120 лет. Я могу вам много и приведу вам сегодня такие примеры, то есть людей, которым было за 100 лет и далеко за 100 лет, при этом они физически трудились, дай бог. Если немного потрудились, поработали, уже устали, значит у вас есть вот те самые проблемы, либо дефицита тех или иных питательных веществ, либо того, о чем я уже говорил и скажу сейчас далее. Восьмая причина, и для кого-то это будет почему-то удивлением, я уверен в этом. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки, но потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли, что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Восьмая причина. Это кофе, чаи крепкие, разные, это энергетики, напитки разной, Кока-колы и так далее. И ничего здесь удивительного нет. Искусственные стимуляторы, они разрушают нервную систему, истощают ее запасы, а запасы всегда у человека, запасы жизненных сил определенным образом ограничены. И вы просто их воруете, создавая, дополняя как бы искусственно энергией себя. И вам легче становится. Вы просыпаетесь, начинаете бодрствовать на какое-то время, пока новая доза не потребуется. Но этим самым вы разрушаете свой организм, снижаете продолжительность своей жизни, запас жизненных сил, который есть в определенном диапазоне, но вы просто укорачиваете ее, ускоряя искусственным образом обмен веществ. И тратя, как я уже говорил, жизненные силы и свой ограниченный вполне потенциал жизни. То есть, человек устал, вколол себе какой-нибудь адреналин, неважно, кружкой кофе или чем-то, и побежал дальше. Это быстрый путь в могилу. Девятый пункт, и это серьезные причины, это стрессы. В нашей современной жизни их много. Это депрессии, это самоедство, это всяческие переживания, которых в наши дни очень много. И это фактор, как некоторые говорят, все болезни от нервов. Ух, как хорошо вы хотите жить, как просто. Все остальное, мол, неважно. Глупость, кто такой, говорит, просто идиот. Причин много, и они все объективные. Стресс как катализатор, может быть, как триггер, то есть спусковой крючок, когда он является, или не только стресс, что угодно, таким маркером, стартом, для запуска цепных реакций, очень часто аутоиммунного характера, но к этому-то подвел не стресс, не стрессы, а к этому подвели те проблемы, о которых я говорю. А это всего лишь катализатор. Объясните это тем, кто до сих пор, для того, чтобы самоуспокоиться, дешево, и жить дальше, как хочется, ничего не менять в своей жизни, не трудиться над собой, говорит такую ахинею, что все болезни от стрессов, от нервов. Нет, конечно, но это очень важные факторы, которые надо учитывать, и уж если у вас какие-то болезни имеются, уж постарайтесь как-то убрать стрессы от себя. Но отчасти я, кстати, скажу, каким образом можно, естественным образом, расслабляться, успокаивая нервную систему. Сюда же надо отнести возможный упадок сил от нелюбимой работы. Это тоже своеобразный стресс, который длится месяцами, годами порой, и человек не находит радости в жизни. То есть отсутствие радости, стимула, стремления к каким-то важным целям и задачам. Это тоже фактор, который снижает и продолжительность жизни, и усугубляет синдром хронической усталости. Десятая причина это гипотония. Определенное пониженное артериальное давление ниже норм ваших, скажем так. Это вегетососудистая дистония. Это пониженная температура тела. Причин своих же, от чего такие состояния, тоже может быть много. Но все эти причины те же самые, о которых я сейчас говорю. Одиннадцатая причина синдрома хронической усталости это гормональные проблемы и дисфункции, как правило, щитовидной железы. Проблемы с щитовидкой обследуйтесь сразу, если ничего вам не помогает, если вы не понимаете, в чем дело, обследуйте щитовидку. Чтобы укрепить щитовидную железу, нужно, во-первых, спать с 11 вечера до 3 утра в глубокой фазе сна, в полном погружении в этот период обязательно, и при этом в полной кромешной тьме, чтобы на расстоянии вытянутой руки не было видно даже пальцев рук. Только тогда, только в этих условиях вырабатывается в должном количестве важнейший гормон мелатонин, который не только нужен детям для их роста, как многие из вас знают, но и всем взрослым, как антираковый гормон. Другая причина – это как раз влияние на другие гормональные системы нашего организма, в том числе на щитовидную железу и гормоны надпочечников, и не только. Подробнее, что нужно делать, я говорил, во-первых, в своей лекции «9 причин болезни», а во-вторую очередь, в полной мере, конечно, на своих индивидуальных консультациях. Если будет желание, то под видео всегда ссылочка в самом низу, где открываются ссылочки, нажав «Еще», и в самом низу ссылка на индивидуальные консультации, если захотите, если потребуется. Двенадцатая причина. Представьте себе, что это защемление первого позвонка, который крепит основание черепа, это атланта. Сдвиг происходит, когда неправильно детей в роддомах особенно как бы вытаскивают, особенно за голову. Это бывает и при других обстоятельствах, это проблемы, характерные для 90, может быть, процентов примерно населения. Если позвонок первый, атлант относительно второго, например, сдвигается, то есть атлант относительно эпистрофии второго, либо основания черепа, то может быть пережатие внутренней еремной вены, которая относит кровь от мозга к сердцу. Мозг, если пережатие, нарушается кровооборот, уменьшается количество кислорода и питательных веществ, которые должны за единицу времени доходить до всех отделов головного мозга, и тогда возникает гипоксия, тогда возникает постоянный дефицит кислорода, пусть даже в малом проценте, а это влияет и возникает в том числе синдром хронической усталости, хотя и много других проблем серьезного характера. И в том числе может быть повышенное артериальное давление или артериальная гипертензия. Кстати, дорогие друзья, обязательно посмотрите мои два видео, если у вас есть повышенное артериальное давление, особенно начните только со второй части, называется гипертония, часть вторая, а потом посмотрите, гипертония, первая часть, вот там про защемление Атланта я подробнее рассказываю, а во второй части говорю о других причинах, и в том числе как избавиться от этой беды современности, повышенного давления, легким, простым способом, а вернее комплексом, мер, о которых говорил еще сто лет назад великий ученый и основоположник учения об артериальной гипертензии, академик Ланг, говоря о седативных препаратах, а не, конечно, о гипотензивных, которые вот недавно стали относительно недавно применять, которые убивают людей, но никогда не дадут возможность избавиться от повышенного артериального давления, а это вполне возможно и очень легко сделать, применяя комплекс мер, о которых я там как раз и рассказываю. А защемление любых артерий, вен, может быть, в любых частях организма от того, что, например, идут постоянные спазмы мышечные, которые и пережимают те или иные сосуды. Вот как раз как избавиться от этого в той же лекции, которую я вам уже назвал и посмотрите, ведь речь идет не только о головном мозге, а речь идет обо всем организме. Тринадцатая причина. Ну, конечно же, это умственная или физическая работа на износ, когда человек просто не жалеет себя с утра до ночи, либо трудится физически по 14 часов там в шахте, скажем, ну, я условно говорю, либо это академик какой-то или там инженер, изобретатель, или еще кто-либо по профессии. Это человек, который может решать ту или иную умственную задачу с утра до вечера, до ночи, тем более ночью, на износ. И, конечно же, такое насилие над своим организмом ничего хорошего не сулит. А если вы работник умственного труда, то, как говорил великий ученый академик Павлов, нужен активный отдых, не на диване валяться в идеале, а именно, если вы умственно занимаетесь, физически работой, если у вас тяжелый физический труд, занимайтесь хотя бы в перерывах какими-то умственными задачами или простыми легкими упражнениями, потому что часто человек работает физически на износ и имея определенные движения, у него работают определенные группы мышц, а другие не работают, кровообращение тогда уже нарушается, поэтому важно на все группы мышц дать те или иные легкие упражнения. И не даром в советские времена и шахтеры, и учителя, все люди занимались зарядкой, об этом детей учили с малых лет, с детского сада, со школы, и не надо говорить, а то некоторые пишут, я по 14 часов вкалываю, ну так уходите с этой работы, тогда не вкалывайте. Знаю, сразу некоторые тут набросятся, что да, легко говорить, а потеряю возможность жить и прочее, никогда. Если, конечно, у вас есть цель просто прозябать, на шаг вперед не смотрите направо-налево, не видите, что жизнь может быть иной, ведь тысячи людей изменили свою жизнь, плюнули, бросили работу, и на пике некоторые бросили, и уехали жить, например, в деревню, завели свои хозяйства, если не лениться, человек начинает понимать, что такое настоящее счастье, потому что вне жизни на земле, вне гармонии с природой невозможно быть счастливым, а то, что вы считаете за счастье, якобы, это попытки примириться с разумом и совестью. Так вот, активный отдых и разумные физические и умственные нагрузки, по возможности, конечно, очень важны и в том числе по нашей теме. Четырнадцатый пункт очень важный, это инфекции всевозможные, вирусные, бактериальные, грибковые заболевания, которые, безусловно, однозначно ослабевают иммунитет, которые тратят жизненные силы, ресурсы, забирают питательные вещества, ослабляют наш организм. И, конечно, вызывают синдром хронической усталости. Это и герпесы различные, и Эпштейн-Баро-вирус, и цитомегаловирус, и различные уреоплазмы, таксоплазмы, это различные бактерии, такие как стафилококки, стриптококки. Естественно, это тоже нужно учитывать. То, что я сейчас перечислил, вот на это стоит пройти, сдать анализы. Ну и последний, пятнадцатый пункт. Это важная причина. Много сахара едите, дорогие друзья. Тем, кто ест синтетические сахара в виде всяких печеней, зефиров, конфет, тортиков и тому подобное, булочек, выпечек, я скажу, одумайтесь, это не растет на грядках, это не растет на кустарниках, на деревьях, это даже не бегает где-то в лесу. Этого просто нет в природе. И действительно, что Бог создал пищу, а дьявол кулинар. И поэтому, вы, конечно, можете хорохориться, умничать, что кто-то там ел, вспоминать, да не ели это ничего наши предки, почти сахара не ели, мед только был. В лучшем случае дорогущий продукт, который в основном на экспорт шел или на какие-то лекарственные изделия. И уж редко был лакомством. Ничего наши предки сладкого не ели. И поэтому, говоря о синтетических сахарах, этого вообще в жизни человека быть не должно. А говоря о сахарах натуральных, в виде ягод, содержащихся в ягодах, фруктах и так далее, сезонно и то немного. А уж если есть серьезные заболевания аутоиммунного характера, не дай бог, онкология, с уставами проблемы и так далее, и так далее, убирайте вовсе. Хотя бы временно. Помните, что такое гипергликемия и следующее за ней гипогликемия. Вот от этого, от высокого содержания сахара в крови, от того, что вдруг, не дай бог, есть сахарный диабет второго, либо тем более первого типа, как раз очень может быть в том числе синдром хронической устарии. или если у вас состояние, приближающееся на пороге болезни данной. У меня есть очень ценное на эту тему видео кетопитание, веганская кетодиета. Посмотрите его обязательно и непременно. Вы поймете как раз про то, что у любой клетки нашего организма есть два пути получения энергии ей. Во-первых, это гликолиз цикл Кребса, то есть за счет расщепления глюкозы и фруктозы получения энергии. А второй путь, который работает, когда не работает, первый, когда полностью сахара убираются из рациона питания, и даже натуральные, временно хотя бы, то тогда включается второй механизм. Это как раз получение энергии за счет расщепления жиров. Это и есть кетоз. А так называемая кетодиета, только не делайте ошибки, никакой мясной, а именно веганская кетодиета, она способствует тому, что вы метаболизм переводите свой на кетоз, и тогда у вас прилив энергии колоссальный, и много других полезных эффектов будет. Наконец-то сможет залатать себя поджелудочная железа, наконец-то кровеносная система будет работать лучше, а сосуды будут крепче. Сахар в крови, излишний сахар тем более, вызывает воспалительные процессы. Помните также о том, что есть такие белки лектины, вы все слышали о глютене, но, как правило, не слышали о общем классе данном. Это группа белков, которые вызывают воспалительные процессы. Подробно я об этом рассказываю в своей лекции «Синдром дырявого кишечника». Посмотрите эту лекцию непременно, и вы поймете в том числе то, в каких продуктах содержатся так называемые лектины, и что лучше, особенно если у вас есть болезненные состояния, а тем более любые воспаления в организме, то тогда в этом случае категорически их нужно убрать непременно из-за рациона своего питания, иначе вы свои хронические воспалительные проблемы, тем более опухолевые проблемы, артриты, полиартриты, артрозы и другие аутоиммунные заболевания никогда не вылечите. А сахар синтетический это одно из самых страшных зол современного мира. Помните, что все болезни начинаются с кишечника, это абсолютно верно. Не допускайте дисбактериозных состояний, не допускайте синдрома раздраженного, перфорированного кишечника, который в наши дни тоже почти у всех. Смотрите мою лекцию «Дисбактериоз», синдром дырявого кишечника, почему в наше время мы не можем питаться только плодами. Очень важная тема и моя лекция очищение и голодание. Только не сделайте ошибки. До серьезного длительного голодания обязательно надо пройти полную антипаразитарную программу. На нашем сайте надгард.ру эта программа есть, она идеальна. Она учитывает всю, практически всю биологию паразитов тех или иных видов и убирает почти все виды паразитов и все особи из организма. Подробнее о приеме данной программы читайте под этим товаром, который называется антипаразитарный набор. Ну а теперь некоторые вопросы и мои краткие на них ответы. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Пишет человек, здравствуйте, уважаемый Юрий Андреевич. Подскажите, пожалуйста, проблема с вялостью, сонливостью, просто уже замучилась, чего начать? Может быть, с программы очищения? Это делается параллельно. Поймите верно. Если вы не проходили или проходили более полугода назад антипаразитарную программу с нее, начните. Если у вас есть подозрения, вспомните свое прошлое, что вы могли с пищей, не пойми какой, нахвататься, тяжелых металлов, живете в городе, предположим, радионуклиды могли попасть к вам в организм. Пройдите курс с грибом дождевик еще месяц, а лучше два. А параллельно принимаете важнейшие биологически активные добавки, которые в своем составе содержат все, что нам необходимо, но только в совокупности. В одном продукте такого нет. То тогда хотя бы принимаете фукус гелеобразная форма натив, сок пророска пшеницы, дикую спирулину, но только дикую. Подробно об этом как раз в моей лекции. Дисбактериоз. Я разъясняю, как принимать, в какой последовательности, как между собой сочетать, какое количество в течение дня. Досконально там разъясняю. А к этому желательно, дополнительно, я рекомендую в течение дня только разносить по времени в течение дня надо. Принимать стоит биокедр, Т8-экстра, диатомид, конечно же, это органический кремний. Безусловно, у всех людей в нем дефицит в наши дни. Если какие-то воспалительные процессы, то микроэлемент селен, его можно купить где-нибудь в аптеках, скажем, например, фирмы Солгары или в коралловом клубе. Если, скажем, у мужчины есть проблемы с аденомой простаты, то обязательно цинк. Все я не могу пояснить, для этого нужно знать индивидуальные проблемы и особенности, историю, что называется, болезни. Но вот это, как основу, я могу порекомендовать всем, безусловно. Плюс, обязательно, мощнейший энергетик, природный, естественный, не наркотический, а натуральный, это водородная вода. Дорогие друзья, еще раз говорю, или мои лекции смотрите, но их более десятка, либо прочтите книгу доктора Гарбузова ионы водорода лечат рак. Именно так. Но не надо расценивать это как панацею. Панацея является только системный, комплексный подход, когда мы учитываем, что? И то, чтобы не было у нас дефицита в питательных веществах никаких, потому что организму, особенно при серьезных заболеваниях, требуются все питательные вещества, и мы не знаем, какие, на все мы не сдадим никогда анализы на все элементы и их соединения. И потому, есть простой способ, это комбинирование того в пищу введение, что я уже вам сейчас только что сказал. Второе. Надо убрать из своей жизни все вредные факторы, которые воздействуют отрицательным образом на наше с вами здоровье. И третье. Это методики лечения непосредственно, которые нужны конкретно от вашей проблемы либо вашего комплекса проблем. То есть с болезнями, которые есть у отдельно взятого конкретного человека. Только совместив все это между собой, учитывая все эти факторы, тогда мы можем как раз говорить о комплексном, системном подходе и лечении, либо системной профилактике. Кто-то скажет, сложно, дорого, но, наверное, здоровье дороже денег. И, наверное, потерянное время вы будете жалеть потом, когда поймете об этом. А сейчас, может быть, вы еще и хорохоритесь. Считайте, что все это глупость, ерунда. Тысячи людей я встречал, которые жалели, волосы потом рвали на себе, что как жаль, что я упустил уникальное, дорогое, ничем не сравнимое время. Так вот, я советую вам взяться за голову, понять это и не тратить попусту свое драгоценное время, которое вы, возможно, наверстать никогда не сможете. Время не имеет обратного хода. Один человек под каким-то видео написал, лодыримы и тунеядцы. В деревнях нет никакого упадка сил. Ну, кстати, совершенно правильно. Только в современных деревнях тоже есть, но это уже дело другое. Но в любом случае физическая активная работа запускает нормальную работу лимфатической, очистительной нашей системы организма. И так далее, и так далее. Это в любом случае уже огромный бонус. Поймите, что на чаше весов болезни здоровья иногда не хватает самой малости, чтобы чашу весов склонить, например, в сторону здоровья. То есть, если мы добавляем туда правильные факторы, хоть какие-то, это не значит, что мы учли все. Не значит, что мы правильно построили систему. Это может быть совсем бессистемное попадание точки, так сказать, пальца в небо, но в данном случае мы просто подкинули камушек на чаше весов здоровья. Она отклонилась, что называется. Поэтому учитывайте, пожалуйста, все по максимуму, а не что-то отдельно взятое. Это огромнейший и ценнейший вам совет. А некоторые, говоря о гиподинамии, мол, мне в укор, противостоят, вот такое говорят, тут напашься на работе никаких не до упражнений, не до прогулок, не до какого-то еще физического труда посильного, лишь бы добежать, упасть и заснуть. Еще раз говорю, тогда меняйте свою жизнь, вы в этом сами виноваты, что себя завели в такой вот непомерный режим, неестественный. Это во-первых. А во-вторых, чтобы вам стало стыдно, я надеюсь, что если вы честный человек, то вам за такие слова станет стыдно, посмотрите вот эти кадры одного человека, москвича, который жил вне благоприятной экологической обстановки, по крайней мере, последние годы своей жизни, десятки лет. Тем не менее, в свои 106 лет этот человек занимался йогой, посмотрите, стойки на голове, посмотрите, как он двигается, как он непринужденно, как мы с вами, условно здоровые люди, говорим, и реакции, и прочее. Посмотрите, маленький кусочек, как он мыслит. Не знаю, у меня какое-то природное чувство, как у животного, самосохранение. Ну, кто мне сказал, не принимайте лекарства, или делайте это, нет, никто мне не сказал. Это я сам дошел, своими, как-то, ну, наблюдениями, не злоупотреблял ничем. И, кроме того, большая, очень дисциплина во мне была, всегда. И поэтому, тот человек должен быть всегда в каком-то режиме. Так жить вообще, как сейчас живут, ну, встал, ну, пошел, ну, все. Я не могу, у меня запрограммирован весь день. Ну что, не стыдно стало в свои там 70 лет что-то такое говорить? Я уж не говорю, если вы такое говорите в 40, 30, 50. Еще раз, в СССР гимнастикой по утрам, обливаниями занимались, особенно в СССР 30-х годов, учили поголовно все этим занимались. Неважно, шахтер вы, а тяжелее физического труда, чем у шахтера, ну, практически сыскать трудно, так? Так вот, даже и они занимались. И это давало им дополнительные силы, физические, моральные. И это правильно. Обливание, гимнастика, контрастный душ, легкие, если почки не больные, ну, и так далее. Все посильно. И баня хорошо, и пробежка, и купание, только не в загнивающих болотах и прудах. Все это прекрасно. И все это очень важно. Давайте еще один маленький сюжет. Вот этому почтальону, которого вы сейчас увидите, далеко за 100 лет. К своим родителям он переехал помогать им, когда им уже стало тяжело выполнять всю хозяйственную по дому и участку работу самостоятельно. Это когда им исполнилось по 150 лет. Трудно назвать в Шуше человека, который не знал бы Багадур Акиши. Мне больше 100 лет. 70 из них я проработал почтальоном. Сначала в Баку, а потом в Шуше, чтобы быть поближе к родителям. Это когда им стукнуло по 150 лет. Посмотрите на его жилистость, суховатость. Он физически трудится, конечно, не на износ, но с утра до вечера. Ему это в радость. Он не воспринимает свою работу, что, кстати, тоже очень важно, как наказание, как естественную жизнь. Возможно, это тоже заставит вас о чем-то задуматься. Кстати, вопрос, говоря о долгожительстве, про воду, про физико-химические свойства воды, про отрицательно заряженную воду, про главный молекулярный, дополнительный, излишний в воде водород. Это важнейшая тема. Посмотрите хотя бы мое видео, где я для телевидения объяснял основные параметры, физико-химические свойства воды. Вот это видео. И второе видео. Это процентов 20 к успеху любого восстановления своих сил, возрождению организма, восстановлению иммунитета и победы над любой болезнью. Минимум 20%. Только один этот фактор. Про воду у меня обязательно будут еще видео. Важнейшее видео. Смотрите их, не пропускайте. И вот как раз еще одно письмо. Чтобы не было усталости, необходимо пить чистую воду. Гениально. А из дома, из-под крана идет техническая вода, да еще и с хлоркой. Дорогие друзья, посмотрите мое видео, какую воду надо пить. Если вы захотите, то посмотрев это видео, под ним есть ссылочки на другие мои видео по воде важнейшие. Это очень важную тему поднял человек. Я ее раскрываю не в одном, а в нескольких своих видео. Тема крайне важная. Изучайте ее. Кто-то пишет, любит писать, что реальная причина это неустроенность жизни. Кто-то еще что-то может написать. Но вы, если вы честный человек, если вы разумный человек, если вы способны анализировать, думать, понимать те объективные доводы, аргументированные, доказательства, которые я приводил, то вы не можете от них отмахиваться, потому что они объективные и естественные. Не ищите никогда простой темы решения вопроса для отмазки. Это неправильно и неконструктивно. Проблем может быть много. А вот учитывая все факторы, убрав их из своей жизни, поочередно или совместно, вы точно найдете причину. Потому что они всегда причины объективны. И их только нужно найти и избавиться от них. Ну, а дополнительно снимают синдром хронической усталости, конечно же, и ароматерапия. Если захотите, вот это видео можете посмотреть. Это не обязательно, не как те видео, которые я выше вам рекомендовал, но тем не менее, про эфиры. Эфирные масла и эфиры. И действительно, например, эфир ладана и прочие эфиры могут снимать усталость в какой-то мере тоже. То есть расслаблять человека. А если человек расслабляется, лучше спит, у него уходят спазмы мышц, то тогда, безусловно, он лучше отдыхает, и у него постепенно снижается хотя бы синдром хронической усталости. Безусловно, прекрасная расслабляющая музыка, вроде нашего гениального композитора Рыбникова, или, скажем, Эниумарикона, там, Энигмы, космическая такая музыка, или этническая спокойная музыка, она тоже, естественно, является терапией в какой-то мере, безусловно. Есть и много других дополнительных способов, которые, конечно же, укрепляют здоровье. Это и русская баня, никому она не противопоказана. Это и массажи, безусловно, у специалистов, которые обладают знаниями о лимфатической системе, чтобы не навредить. Кстати, моё видео «Лимфатическая система», посмотрите, кто ещё не смотрел. Ну что ж, дорогие друзья, полагаю, моё видео вам поможет. По крайней мере, это некая компиляция, это подсказки, это направляющие вот эти, как бы, ключики к тому, чтобы вы уже эти двери, самостоятельно имея эти ключи, открыли, чтобы вы не забыли. Эта моя лекция будет вам подсказкой, подспорьем, конспектом. Надеюсь, не зря я данное видео сделал. Поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого ещё не сделал, ну и делитесь, конечно, ссылками на моё это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать, предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом всё. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.